Фракция КПРФ завершила подведение итогов прошедшего 2018 года в разрезе регионов. И хотел бы вам доложить, что хотя и зарплата в целом по хозяйству Российской Федерации выросла на 10 с лишним процентов, реальные доходы увеличились всего на 1,2 процента. Вот почему такая разница? И при этом оказалось, что в 60 регионах страны реальные доходы населения уменьшились, и при том существенно, где-то на 10 с лишним процентов есть такие регионы. И возникает вопрос, что нужно делать? Вот фракции сейчас будут обращать особое внимание на контроль государственного регулирования цен на товары первой необходимости, с тем, чтобы в рамках послания президента обеспечить сохранение жизненного уровня. Мы даже, может быть, не можем в этом году поставить задачу о повышении жизненного уровня, но тем не менее эти вопросы нужно решать. И самое главное, анализ показывает, что хотя задачи поставлены выйти на темпы выше среднем мировых по развитию, получаются у нас итоги работы промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, других отраслях, они, по сути дела, на эти темпы не выходят. А таким образом мы задачи повышения уровня жизни решить, к сожалению, без изменения экономической и социальной программы решить не можем. И отсюда актуальным становится, как и было раньше, реализация 10 шагов достойной жизни программы КПРФ. Вопросы национализации природных ресурсов, вопросы повышения и введения прогрессивной шкалы налогобложения на высокие доходы, налог на роскошь, а также другие мероприятия, связанные с сохранением пенсионной системы, выходят на первый план. В этом плане, в текущей нынешней повестке дня, у нас есть как раз вопросы, которые касаются сохранения цен на бензин и дизтоплива, обеспечения государственного регулирования за этим процессом. Становятся важными вопросы, и также сегодня вопрос будет рассматриваться, по экологии сохранения чистоты озера Байкал и сохранения в целом озера Байкал, сохранения лесов в Российской Федерации, потому что это одно из главных национальных богатств Российской Федерации, а также вопросы, которые касаются совершенствования системы образования, перевода с коммерческой части на бесплатную основу, как это требуется в Конституции Российской Федерации. Вопрос, касающийся государственного регулирования цен на горюче-смазочный материал. Март заканчивается, вот он, все. Что правительство мучает, опять чешет в затылок, что делать? Договор заключать с нефтяниками и нефтеперерабатывающими предприятиями, и все, кто продает горючку. Либо, так сказать, вот что-то еще. Мы им просто не подсказываем, а внесли законопроект. Четко и однозначно регулируйте государство эти цены. Есть список в правительстве Российской Федерации по закону, где цены регулируются на товары, которые необходимы для населения. Вот туда включите горюче-смазочный материал и не морочите голову ни народу, ни населению, ни правительству и ни те, кто занимается добычей, переработкой и продажей горюче-смазочного материала. На комитете рассматривать, доказывали, делайте это. Вот сегодня этот закон был, я бы его рассмотрел в приоритетном порядке, потому что все уже, после 31 марта опять мы будем смотреть, какие цены там на заправку. Следующее. Социальное положение граждан России ухудшается. Об этом говорил и президент в своем послании, об этом говорит и правительство, уже не говоря о том, что все социологические исследования. У нас 80% населения обманутых. Обманутые дольщики. Уже митинги, уже 10 лет. Уже все площади, так сказать, побывали на всех площадях. Уголовные дела, растрата, денег, разворовывание личных денег. Обманутые вкладчики, банки. Банк закрывают, а обманутых вкладчиков становится все больше и больше. Возьмем, значит, вопросы, связанные с платными парковками в Москве. То же самое, уже замкат, под кустик сходить, и то надо деньги платить, останавливаться на дорогах. А теперь еще устраивают платные стоянки машин и мест. В 380 рублей в центре Москвы одна машина поставила на стоянку. В 380 рублей квадратный метр асфальта в Москве выгоднее идет бизнесу, в том числе и бюджету, чем пятизвездочный гостиничный номер. Поэтому мы в преддверии вот этих всех повышений цен и откликаясь на письма наших избирателей, которые здесь завалили. Телефонные звонки по их требованию на 23 марта сделали заявку и будем проводить митинг. Значит, тема митинга – защита прав трудящихся, защита социальных гарантий, социальных прав наших избирателей, наших граждан. Это очень актуальная тема. Значит, какие там будут, помимо этих вопросов, еще подниматься? Точечная застройка в Москве. Давно уже об этом не говорили, она вот за горло уже взяла и на Мичуринском проспекте. И возьмите сейчас вот Востанкино, Цангера. Недавно были мы, проводили встречи как депутаты на Юго-Востоке. По 500 человек выходят, делать им нечего в Москве, возмущенные тем, что сносят зеленое насаждение, детские площадки, спортивные площадки. И только одно – дом многоэтажный, это человейник. И вот давайте, москвичи, живите. Главное – бизнес, главное – бабло, главное – деньги за квартирки вытащить. А как будут жить потом там население без детских садиков, без магазинов, без сберказ, без школ, без социальных вообще инфраструктуры? Вот лишь бы строительство. Люди возмущены и сказали, придем на эту площадь в 12 часов 23 марта на площади революции. Интернет просто возмутили. Этот суверенный интернет, они говорят, ну сумасшедшие просто, вы там депутаты вместе с правительством, вы что, последний глоток воздуха у нас отбираете? Возмущенные – придем. Дальше – коррупция. Это раковая опухоль. Каждая передача, каждый новостной блок на телевидении, не говоря уж о соцсетях, мы видим, как проворовался. То ли силовики, то ли бизнес, то ли чиновники. Все, кто у бюджета кружится и имеет возможность от бюджета кусок оторвать, а это наши с вами деньги. Мусорный. У России устроили мусорную свалку. По всей стране митинги, причем многотысячный митинг. И здесь, в Москве в том числе, ухудшается экология. Нам навязывают мусоросжигающие заводы, а это гибель, это раковые заболевания, распространение. Диоксин, он в течение 100 лет из почвы не вымывается. Вопросы, касающиеся неуважения к власти, ну уже надрываются в смеки все. Эта власть унижает граждан Российской Федерации. Она издевается за дни. То макарошками кормит, то за молодежи она не отвечает. То вопросы, вообще пенсию надо убрать, как класс. И вот теперь, значит, ее за это надо уважать, оказывается. Отобрали, увеличили выход в возраст на пенсию гражданам, по миллиону из кармана вытащили, и за это надо уважать эту власть. Народ издевается над такими законами. А это же принимается в Госдуме и в Совете Федерации. То, что касается наступления на прав граждан, это самая большая статья, по которой люди возмущаются. Да, были выборы президента. Ну что вы, наверное, зацепились за Грудинина, Павел Николаевич? Мы говорим, остановитесь, хватит вам преследовать. Человек имеет право баллотироваться в президента, мы его выдвинуем, мы защищаем. Нет, Грудинина давай добьем так, чтобы и совхоза не было. Дальше Геннадий Зюганов, Дерипаска, тоже никак не успокоится. Видишь ли, его покритиковали с этой трибуны, Зюганов, за то, что он передал контрольный пакет по алюминию. И правильно сделал, и дальше будем делать. Что нашел, нашли, тоже мне, так сказать, его, оказывается, оскорбили. Не отдавай, алюминий был российским и должен оставаться. Или Бессонова, судебный беспредел. Самое настоящее. Вот за это тоже люди придут на площадь революции 23 марта в 12 часов. И вас приглашаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова